Ирина Минералова с нами на связи. Она профессор кафедры русской литературы 20-21 веков. Ирина Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Давайте начнем с истоков, если можно. Бескорыстная помощь, та самая. Вот откуда она в нас? Где нам искать истоки? Можно ли их вообще найти? Из чего, из кого добрые дела начинались и стали примером? Может быть, как раз литература в этом помогла? Вы знаете, если вы станете читать народные сказки, откройте Владимира Ивановича Даля с его пословицами великорусского народа, вы найдете там абсолютно все. И самое важное, если мы читаем сказки детям, мы же не говорим себе, о, вот теперь я буду воспитывать в ребенке то-то и то. Нет, конечно. Но сказка сама показывает, что если ты добрый человек, то тебе и зайчик, и кошка, и орел, и все тебе звери сразу помогут. Вот если ты тоже их выручил в какой-то момент. Вы знаете, это органически, неосознанно входит в наше сознание. Поэтому если мы читаем сказки, то мы молодцы и сегодня. Но если мы решили все только на новой детской литературе проделывать, ох, тут будет не все так просто. Почему? Ну вот, народная сказка это раз. Два, детская литература и дореволюционная, и советская. Откройте сказку, которая оказалась чересчур сентиментальной у Владимира Федоровича Адоевского, называлась «Сиротка». А читали ведь не сироткам, не крестьянским детям, читали дворянчикам эти истории. И вы знаете, сострадание, сочувствие было вообще-то в воспитании нормой. А если мы поставили задачу сегодня совсем другую, то ребенок хочет быть, извините, успешным, а для этого не обязательно помогать другому. Поэтому давайте будем искать не где-то в далекой литературе, а будем искать в себе и в круге нашего чтения. Но, тем не менее, считается, что современные дети меньше читают, меньше интересуются сказками, а уж тем более такой серьезной литературой. Можно ли предположить, что у современного поколения большие проблемы со страданием, с взаимопомощью? Знаете, я скажу, что да. При этом на себе всегда ощущаю, и вот время, когда ты нуждаешься в помощи в каких-то обстоятельствах, не было случая, чтобы не помогали. Я не знаю такого. Оказываешься, ты в метро, на лестнице где-то с сумкой, или ты оказываешься в обстоятельствах проведения каких-то колоссальных мероприятий, всегда найдутся молодые люди и школьники, которые скажут, а давайте мы вам поможем. То есть еще не только литература, хотя и литература тоже. Вот знаете, я сейчас вспомнила мой любимый писатель Юрий Иосич Коваль. Все произведения его в интернете есть. И знаете, нулевой класс, или нюрка, или коротенькие этюды, или вы, наверное, слышали недопесок. Понимаете, если вы читаете дома не только детям, а сами с собой, вы сами становитесь радостнее. Вам как-то хочется отблагодарить не только писателя, но и всех, кто вокруг тебя находится. Мне кажется, что это важная вещь, вернуть в сегодняшний день вот такой круг чтения. Ну, 10 минут давайте найдем, чтобы уметь быть благодарными. Потому что сочувствие, желание помощи – это такое внутреннее чувство благодарности. Не только этому несчастному, но вообще все обстоятельства твои, в которых ты, может быть, не самый богатый, не самый успешный, но ты как-то душевно подымаешься, когда ты помогаешь другому. Это, мне кажется, естественное дело. И этому естественному делу надо учить с грудничком. Ирина Георгиевна, вообще русских обычно относят к самым отзывчивым народам мира. Ну, видимо, это в том числе благодаря литературе. Но ведь есть замечательные примеры и зарубежной литературы. Чем она отличается? Вы знаете, тут уж если мы будем искать вопросы взаимопомощи или отзывчивости, вы найдете в любой литературе это, и в детской, и во взрослой. И так сказать, что вот в русской литературе это какое-то центральное место занимает, а в других нет, я думаю, этого нет. Но, знаете, вот лет 8 назад у нас был такой мост, телемост с Кембриджем. И там преподаватель, профессор Кембриджского колледжа рассказывала о том, какие произведения пользуются популярностью. И она говорит, лучший способ написать хорошее произведение – это положить в основу зависть, раздражительность, ненависть. Я вытаращила глаза, как автор учебника по детской литературе, и я спросила, как всегда другие, в других вещах мы упражняли. Это вся мировая литература тому пример. А она говорит, нет, сейчас приоритеты поменялись. И вот надо на этом и основываться. Вы знаете, довольно много сейчас западноевропейской, скандинавской литературы, где не просто описывается, а даже смакуется насилие. Разного рода насилие, разного рода... Знаете, у нас считалось... Ирина Георгиевна, да, у нас, к сожалению, время. Да, спасибо. Но будем с этим работать, надо что-то делать. Проблемы есть, спасибо, что... С помощью литературы в том числе. Ирина Минералова, профессор кафедры русской литературы 20-21 веков Московского педагогического госуниверситета. Спасибо.